Ну что ж, друзья, продолжим. Продолжим бизнес-канал на Финам.ФМ. Время бизнес-класса. Тема сегодняшнего эфира «Мастер в каждый дом. Кто поможет подобрать врача, репетитора или инструктора по вождению?» А может быть, и еще кого-то необходимо было бы подобрать. Как это сделать? Сегодня мы об этом говорим. Я представляю гостей в студии бизнес-класса Егор Руди, генеральный директор и эрудитор групп. Егор, добрый день. Здравствуйте. И в студии Максим Красных, директор Intel Capital. Добрый день, Максим. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, присоединяйтесь к нашему эфиру 65 10 99 6, код города 495. Это сайт, простите, это телефон нашей студии и сайт компании финам.фм. Задавайте свои вопросы, комментируйте все происходящее. Ну и, собственно, традиционно вопрос номер один для вас. Пользовались ли вы подобными услугами, если нужен был тот самый врач, репетитор? Инструктор или инструктор по вождению, где вы, собственно, его искали? Наверняка позвонили знакомым, родственникам, сказали, нет ли у тебя, да, посоветуй мне кого-то. А вот мои гости решают этот вопрос иначе и гораздо проще. И, тем не менее, смотрите, я начать хотел бы вот с какого вопроса. Он не совсем, может быть, в тему нашего сегодня эфира. Мы только что в сухом остатке обсуждали инициативы наших властей по поводу ограничения ввоза через границу товаров на сумму свыше 150 долларов. Ну и речь идет об интернет-торговле. Ваш бизнес тоже, я так понимаю, с какой-то степени с интернетом связан, но это не одно и то же. Вы, может быть, как конкретно конечные потребители. Как, Максим, к этому относитесь? Правильно это или нет? Ну, конечно, наш бизнес напрямую не связан, потому что мы никакие товары из-за рубежа не ввозим. Ну, вот ты лично как гражданин, ну, не даже бог с ним, ты лично как потребитель, ведь что-то покупаешь же иногда за рубежом. Конечно. Вот сейчас потолок 1000 долларов, а опустят его до 150. В месяц ты выше ничего без пошлины не можешь ввести. Ты переживаешь по этому? Ну, безусловно, это печально, потому что, конечно, цены в России не конкурентны абсолютно с ценами, допустим. Опять же, электроника, мы говорим о товарах массово спроса. Сегодня киберпонедельник, кстати, на всякий случай. Киберпонедельник, да, да. Егор, а твое мнение по этому поводу? Ну, я, честно говоря, думаю, что такие регуляции, они едва ли способствуют нормальному конкурентному здоровому рынку. Я думаю, что регуляции в целом они уместны, но они, скорее всего, должны быть другие. То есть там-то проблема была с нашими российскими тренд-магазинами не совсем в том, а в том, что просто не берутся пошлины соответствующие. Скорее в этом проблема. А вот так вот, такие заградительные включать штуки, я думаю, что это не очень здоровая ситуация. Я понял. Ладно, ваше мнение я услышал. Спасибо, что вы его озвучили. Давайте к нашей теме вернемся. Итак, мастер в каждую... Вообще, откуда идея эта взялась, Максим? Наверное, вопрос больше к Егору, как к основателю компании. Егор, откуда взялась идея? Ну, вы знаете, здесь классическая история. Предприниматель, он же такой же человек, гражданин, он шагает по миру, смотрит, что устроено не так. И для него любое несовершенство — это возможность, а не проблема. Собственно, также вот мы с Сергеем Кузнецовым еще в общежитии физтеха в 2006 году вместе учились в одной группе, подрабатывали репетиторами. И осознали, что как бы рынок очень несовершенный. Репетиторы занимаются всем несвойственным делом, расклеивают объявления на столбах. Хорошие репетиторы сидят без учеников, плохие наоборот, потому что лучше расклеивают объявления на столбах, чем преподают. Или там были разные оффлайновые агентства, которые брали 50-70% заработка репетитора. Что несправедливо, конечно. Что несправедливо, да. И были интернет-доски объявлений, которые тоже представляли собой печальное зрелище, скажем так. И люди платили за непонятный результат. И тогда мы подумали, руководствуясь таким исключительно здравым смыслом, а не какими-то бизнес-теориями, новомодными бизнес-моделями. Тогда мы просто этого практически не знали. И подумали, что было бы здорово, если была бы такая площадка, которая была бы для клиентов вообще бесплатная, а для репетиторов была бы, во-первых, дешевая, а во-вторых, где были бы выровнены полностью интересы, где бы репетиторы платили только за результат. Вот, собственно, так родилась транзакционная бизнес-модель. Мы теперь ее называем, да. Такие термины теперь, я ждал, когда мы не знали, а теперь-то вы знаете. Ну, теперь-то мы научены, да, мы за это время там и бизнес-образование получили, и много всего прочитали. Теперь мы знаем, какие бывают бизнес-модели, такие слова, как монетизация и прочее. Или даже как-то совсем уж удивительные, что-нибудь типа disruptive innovations, разрушительные инновации. Ну, я тебе хочу так сказать, у нас аудитория подкованная, так что удивить-то вряд ли ты кого сможешь. Сразить на повал, по крайней мере, такими терминами. Ну вот, а на самом деле все очень просто, родилось, мы поняли, что это несовершенный рынок, решили попробовать сделать это. Извини, пожалуйста, я уточню все-таки, вот это несовершенство, о котором ты говоришь, оно в виде, ну, тогда выглядело в виде, ну, такого некорректной передачи информации, да. То есть тот, кто имеет возможность, да, зарабатывать деньги, он не умеет себя каким-то образом, да, донести до конечной передачи. Тот, кто не умеет, у него получается то, что он быстрее развешивает объем, ну, и так далее. То есть в этом проблема была. Проблема была со всех сторон. И у клиента не было одного места с качественной, структурированной и полной информацией, да. И у репетиторов в тот момент не было инструмента для получения клиентов, причем такого разумного инструмента, да. Вот, ну, сейчас-то мы, давайте теперь уже будем формулировать в терминах уже современных, да, мы двухсторонняя торговая площадка, или по-английски two-sided marketplace. И его теория, она как раз-таки все это объясняет. То есть есть фрагментированный спрос, фрагментированное предложение. И вот в этот момент практически на всех рынках должен создаваться, посередине должна возникать торговая площадка. Совершенно верно. Вот, собственно, так. Где встречаются, да, два одиночества эти. Да, совершенно верно. Вот так это и появилось. Мы тогда с Сергеем делали интернет-агентство другое, и вот Сергей пришел с этой идеей, еще было в общежитии физтеха. Вот, он же сделал там первую версию сайта. Напомню, это какой год? Это 2006 год. Ну, это не так давно. Просто я подумал, что если это 90-е прошлого столетия, то тогда интернет-то был несовершенен и непопулярен, и тогда это было бы сделать гораздо сложнее, правильно учитывая? Да, совершенно верно. Ну, нам помогли навыки, которые мы получили, вот создавая интернет-агентство, и Сергей тогда, он уже, у него были некоторые навыки по продвижению в поисковых системах, это нам и помогло, потому что это, в тот момент это было проще, и это было доступно, не нужны были какие-то большие деньги для этого. Вот так все и началось. С сайта на домене четвертого уровня, я как сейчас помню, это называлось RayFopMipTru. Вот так назывался первое название компании «Ваш репетитор», который сейчас там объединяет 130 тысяч репетиторов. Только еще раз произнести, даже произнести сложно. А вот спасибо за этот вопрос, потому что это реально самое большое сообщество репетиторов в мире, причем с большим отрывом от других стран. Реп? Ваш репетитор. Ваш репетитор. Ваш репетитор, да. Нет, а вот то, что ты сначала... А, RayFopMipTru. Фопф — это было название факультета «Общеприкладная физика» факультета. Это чья идея была так обозвана? Это было до того, как Егор взял курс по маркетингу. Да, это явно еще отсутствие знаний, видимо, стратегичных, надо так назвать было, да? Но тогда мы не думали в терминах создания бизнеса или маркетплейса, инвестиций и прочее. Это было просто вот, мы подумали, что надо сделать хорошее дело, а вот нам кажется, так оно должно быть устроено. А потом уже постепенно это развивалось там... Максим, когда присоединился? Ну, Intel Capital присоединился как инвестор в 2011 году. Теперь, правильно? Время летит быстро. И нас, конечно, заинтересовал тот бизнес, который Егор построил, да? Это сейчас Reditor Group, это целый ряд таких площадок, да? Конечно, начинали ребята с репетиторов, да? Но, безусловно, со временем начали двигаться и в другие отрасли, да? Где есть схожие соотношения фрагментированного рынка, фрагментированного спроса, фрагментированного предложения, конечно. Популярные. И там мы, с своей стороны, видели схожие проекты и в Соединенных Штатах, и в других странах мира, да? Безусловно, модели отличаются. Это может быть транзакционная модель, может быть модель подписки, где, например, репетитор или врач ежемесячно платит за то, чтобы иметь возможность разместить свою анкету на этом ресурсе. Но, в целом, они решают схожую проблему. Поэтому, безусловно, нам, как венчурному инвестору, показалось интересно, что, во-первых, есть работающий бизнес, отличная команда, да? И большой рынок, который выходит за пределы сегмента репетиторов, да? И это с тех пор активно Эрудит развивает проект Инфодоктор. Это маркетинговая площадка в сфере медицинских услуг. На минуточку, это рынок только в частном сегменте, да? То есть мы не берем государственные клиники. Это рынок, который по разным оценкам составляет от 15 до 18 миллиардов долларов. Это мы о российском говорим? О российском. Ничего себе. Приличные цифры. Кстати, ну, понятно, что инвестор, он денежки-то считать любит, да? Поэтому он посмотрел, как это здесь работает, есть ли там аналоги за рубежом, насколько они перспективны, насколько они успешны. А, Егор, когда вы затевали опять, вернемся в историю, вы смотрели куда-то за границу, да? И говорили, давай вот там такое есть, давай похожее сделаем. Вот если бы я не знал, что вы сами этот вопрос задали, я подумал бы, что я вас попросил, да? Потому что... А как на самом деле? Я люблю отвечать на этот вопрос, потому что... Ну, ты знаешь, что я, тем не менее, сейчас себя прерву, и ты немножко помучаешься, да? Потому что мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом уже ты так вот с любовью ответишь на этот вопрос. Итак, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему мастер в каждый дом, кто поможет подобрать врача-репетитора и инструктора по вождению. Напомню, в студии сегодня Егор Руди, генеральный директор Эрудитер Групп, и Максим Красных, директор Intel Capital. Напомню и для вас, уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого Эпира 651099.6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте, ну и если найдете себе силы и возможности, ответьте мне, нам, на вопрос, используете ли вы каким-то образом вот эти самые услуги, да? И где вы, что самое интересное, находите для себя врача, либо репетитора? Мы продолжаем разговор и твой выход, Егор, с любовью, с любовью о главном, да? Да, с любовью о главном. В том-то и дело, что мы, может быть, хорошо это или плохо, да, но мы, когда мы это начинали создавать, там, в 2006 году, мы тогда особенно и не знали, что там происходит за рубежом, особенно никуда не смотрели, руководствовались здравым смыслом, и в итоге мы создали некоторую новую модель, по которой этот рынок работает, потому что, например, в Америке есть часть сервисов, которые оперируют в этой же области. Ну там самый известный и большой, который сейчас даже на бирже, это NGIS List. И там тоже практически все есть специальности, кроме, кстати, репетиторов. Нормально. Есть также там и сантехники, электрики, муж на час, ремонтники, артисты и прочее. А репетиторы почему нет? У них просто не принято в Штатах репетиторство. Нет, а репетиторы, у них тоже есть, у них есть аналог, это visant.com, который только что получил там 20 миллионов долларов инвестиций. И они все работают по другим моделям в основном. То есть Америка пошла по другой модели, это называется модель subscription. Они, вот, например, NGIS List, он вообще берет деньги из клиентов тоже, подписку, там порядка 30 долларов в месяц на домохозяйство у них. Плюс они берут деньги за нахождение в базе, просто нахождение в листинге с профессионалом. Как за аренду базы. Да, то есть они не берут деньги за результат, вот, если там им дали клиента, какому-нибудь мастеру, а берут за подписку. И это совсем меняет все правила игры. То, что мы делаем, это, с одной стороны, более сложная модель, потому что нам нужно, то есть мы берем за каждую транзакцию и за результат. И это сложнее, потому что нужно, вот, мы долго очень строили платформу по обработке заказов, по трекингу всех этих заказов и так далее. Это гораздо более затратно. С другой стороны, наша модель, на наш взгляд, гораздо сильнее, чем вот эти западные модели, потому что в нашей модели все интересы всех сторон максимально выровнены. И мы можем развиваться быстрее и гармоничнее. Поэтому мы себя мыслим сейчас там не только в контексте России, но и в будущем думаем о том, что можем пойти на зарубеж, и мы можем быть вполне конкурентоспособны. Здорово. Вот. Поэтому мы не копировали никакие модели. Мы, скорее, в данном случае, у нас есть надежда, что, скажем так, что мы будем устанавливать некоторые правила и стандарты в этой индустрии, даже вот так вот. И, скорее, ну, по крайней мере, в России это привело к тому, что у нас есть там масса последователей, и практически в этих индустриях почти все проекты, которые существуют, они все эксплуатируют нашу бизнес-модель. И даже, как бы, ну, многие не понимают, что бывают другие, что они вот смотрят и создают похожим образом. Ты рассказываешь, Максим улыбается, я смотрю, он так, знаешь, довольный такой. Ну, понятно, что, да, когда такие стратегические планы ставят, да, руководители компаний, это для инвесторов... Жалко, что количество бизнес-моделей ограничено. Получается, что бы ты ни делал, ты кого-то в итоге... Ну, для инвестора это масло по сердцу, что называется. Такие слушать разговоры. Ну, я думаю, вообще инвесторы любят, когда опыт перенимается на уровень, за одной компанией передается в другую, то есть все это позволяет, конечно, усиливать позиции компании. А предприниматели, они, как правило, люди творческие. И им нравится создавать с нуля, там, изобретать велосипед, может быть, где-то. Да, Егор. Ну, это, в смысле, забавно, да. Кстати, вот вы хорошо подметили, Максим-то как раз-таки, он мне часто говорит, Егор, хватит уже изобретать велосипед. Он мне даже книжку подарил, значит, там, про Наполеона и про то, что Наполеон как раз-таки, он изучал все предыдущие сражения и там долго маневрировал на поле в поисках именно похожей битвы. И, собственно, не то, чтобы он был там очень креативный, а он просто очень хорошо изучил предыдущий опыт. Поэтому, на самом деле... Максим, в шахте ты играешь, нет? Было дело, да, в детстве. Ну, подход такой же, да? Да, да. Дебюты, значит, эндшпили, продолжение, а внутри можно где-то немножко там пофантазировать. Нет, сейчас-то мы очень активно изучаем все западные аналоги и так далее и стараемся брать самое лучшее, да? Но изначально модель, она появилась не как копия какого-то зарубежного проекта, как это сейчас часто бывает на российском рынке. Я бы... Ну, и, конечно, само клише копирования бизнес-модели в реальной жизни, к сожалению или к счастью, слабо применимо. Просто потому, что все рынки очень серьезно друг от друга отличаются. Просто взять что-то, привнести в Россию, скопировать невозможно. То есть любой человек, который попытался сделать сам, либо стоял рядом, понимает, что просто так ничего не копируется. Там везде нужна доработка с учетом специфики. Я понял. Согласен. Максим, уточнение небольшое, поскольку ты директор Intel Capital. К Intel отношение это имеет компания? Да, самое прямое Intel, что называется, Insight у нас тоже, да, как единственный инвестор. Мы, собственно, являемся корпоративным вечерным фондом и, наверное, одним из крупнейших в мире технологических инвесторов. То есть сначала своей работы в 1991 году Intel Capital, проинвестировал более 11 миллиардов долларов по всему миру в технологические проекты. И здесь, конечно, надо отметить, что у нас и портфель достаточно разнообразный. То есть часто спрашивают, а какой Intel вы там занимаетесь, hardware, допустим, да, зачем вам вот это, да. У нас, в принципе, портфель разнообразный, да. Мы, во-первых, там, в 54 странах мира делали инвестиции, да. Мы глобальный фонд. У нас есть проекты и в железо, да, и hardware. Есть и софтверные компании. Есть и компании, как компания Егора и Рудиторгрупп, в электронной коммерции, в потребительском интернете. Поэтому у нас достаточно диверсифицированный в целом портфель. Но, наверное, объединяет это все причастность к технологическому сектору. То есть мы никогда в недвижимость, например, не будем инвестировать, да. Не зарекайся. И большой потенциал роста. Я понял. Кстати, вспоминая выступление Егора по поводу публичности, да, там, американский аналог уже торгуется на Найсе. Вот если еще более глобальные планы такие, вы вообще не рассматривали, что выйдут куда-нибудь на IPO, на той же Нью-Йоркской бирже? Ну, вы знаете, что такое IPO, да, или M&A. То есть, в принципе, и то, и другое хорошо для инвестора, да. Любой выход, где инвестор зарабатывает, не так принципиально происходит. Но публичности – это уже другой уровень все-таки. Публичности – это другой уровень, безусловно, который, ну, зачастую диктуется просто размером бизнеса, да. То есть, чтобы иметь возможность выйти на IPO, нужно там… Согласен. …до определенного размера дорасти. Это не значит, что M&A, например, будет там плохим выходом. Абсолютно верно. Но мы говорим именно о планах, громадье планов, которые Егор… Ну, скажем так, объем рынка, который мы уже озвучили, да, только в медицинских услугах, там, если мы возьмем репетиторов, частных мастеров, он позволяет построить компанию, которая способна выйти на IPO. Вот это важно, это важно. Да, но при этом IPO не является панацеей, мы же помним. Солюбно согласен. Это просто способ привлечения инвестиций, понятно. Один из инструментов, да. Так, ну и давай по технологиям побольше поговорим. Если возвращаться опять, да, к мотивации, вот мне нужен тот или иной специалист. Естественно, я как человек, пока не владеющий вот этими технологиями высокими, ну или, по крайней мере, да, не обращавшись за услугами к вашей компании, я, естественно, позвоню там десяти своим знакомым, друзьям, поинтересуюсь, пользовался ли кто-то, да, услугами того или иного специалиста, может порекомендует, в интернете очень часто, в социальных сетях, вот я от своих френдов, да, ребята, срочно там помогите, нужен такой специалист. И я получаю я помощь. Что в этом случае, да, можешь, ты как специалист, что в этом случае ты можешь сказать, ну, в пользу или наоборот, в опровержении такого рода коммуникации? Я в пользу, то есть я полностью за друзей и знакомых. И хочу сказать, что вот как раз-таки мы — это ваш лучший знакомый. Вот, ну, а почему, да? Ну, на самом деле, если разбираться, да, то поиск специалиста, он на самом-то деле гораздо сложнее, чем может показаться. То же самое репетитор, да, и вы, если вы ищете там, ну, казалось бы, мне нужен репетитор по математике, есть у тебя репетитор по математике? А что значит репетитор по математике? Это подготовка к ЕГЭ или ГЕ, да, это на какой балл вы хотите написать? Нужно ли вам решать секцию С, а это все меняет, да? Где географически это будет находиться? Женщина это или мужчина там и прочее. Огромное количество нюансов, Егор. Сейчас мы прервемся, у нас рубрика «Вне времени». Послушаем рубрику «Вне времени». Мы обсуждаем тему «Мастер в каждый дом», кто поможет подобрать, ну, специалиста, да, определенные услуги. Напомню, телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании финам.фм. Егор, ну и погружаемся мы внутрь, да, проблемы, о нюансах говорим, их множество, собственно, насколько я услышал. Да, и мы выяснили, что любой подбор специалиста, будь это там спортивный тренер, врач или репетитор, или стилист, визажист, да, это все время такой очень многокритериальный выбор. И там важно и расположение специалиста, его квалификация, его пол даже, да, и часто клиентам даже важно, как выглядит специалист. Ну, собственно, такой же журналист, да. До цвета глаз, наверное, там, я не знаю. До цвета глаз может быть не доходит, но вы знаете, но если, например, там к специалисту выезд, например, там к парикмахеру, да, к частному, да, то, например, у нее может быть кошка, да, а у клиента может быть аллергия на кошку, например, и так далее. То есть и там нюансов этих множество. И де-факто оказывается, что знакомый обычно, ну, поскольку выбор у него очень ограниченный, ну, вот девочки советуются, а есть ли у тебя там хороший парикмахер? Есть, да. Только вот он там на Тульской, да, а я живу там в Строгино. Вот, и вот, собственно, девочки бедные, они, поскольку доверяют вот знакомым и не знают, что есть наши сервисы, где огромное количество мастеров с огромным количеством отзывов таких же людей, потому что мы собираем отзывы с каждого человека, да, где им бесплатно могут помочь консультанты профессиональные, просто они не знают, да, этого, и поэтому они мучаются и ездят из Строгино на Тульскую к этому парикмахеру, да, или там к тому же самому репетитору, да. Более того, можно же предположить, что какие-то нюансы их не устраивают при этом, правильно? Ну, поскольку мне девчонки посоветовали, значит... Да, а вы представьте, да, что у нас в Москве там порядка 70 тысяч репетиторов, да, то есть мы реально можем найти обычно в соседнем подъезде нужного человека, отличной квалификации, можем рассказать про то, сколько у него там десятки отзывов, мы знаем про него все, это вот наша профессия как раз-таки, да. У него кошки нет еще. Это информация, да, и кошки у него нету, да, и он именно к такому экзамену именно в этот университет готовит, да. И это же, ну, и у нас... Ну, пациентное попадание практически. Да, и у нас работают сотни, сотни профессиональных консультантов, которые в штате, которых мы учим месяцами, для того, чтобы они могли квалифицированно проконсультировать клиента, причем сделать это бесплатно. Вот. Собственно, поэтому знакомый — это хорошо, потому что мы — самый лучший ваш знакомый. Вот. Так, хорошо. Ну, и вернемся опять, да, к моделям построения вот этого конкретного бизнеса. Насколько я понимаю, да, ты про штаты рассказывал. У вас есть уже, я так думаю, аналоги и в Советском Союзе, и в России, да, но модели тем не менее отличаются. Ваши самые оригинальные. Вот в чем эти отличия? Ну, хороший вопрос. То есть я как раз говорил, что я почти не знаю о других моделях. Да, единственное, вот. Вот, кстати, хороший вопрос был, если вы, например, спросили бы про классифайды. Классифайды — это вот доски объявлений, да. Там есть... Давай так, я не смог бы спросить, потому что я слово этого первый раз услышал. Ну, предположим, что я спросил. Егор, расскажи про классифайды. Классифайды, да. Классифайды — ну, самый яркий представитель Авито, его многие знают. Да, да, он периодически возникает где-то. Да, на экранах телевизоров. И в целом у них даже есть какие-то репетиторы, да, или там какие-то, не знаю, там стилисты, визажисты, да. Но при этом надо понимать, что эрудитор его сервиса — это следующий шаг эволюции досок объявлений. Вот. И на досках объявлений, если вы реально захотите что-то серьезно выбрать, то у вас это, скорее всего, не получится, потому что там и выбор будет недостаточный, информация будет очень не структурированная там и так далее. То есть просто это не их основной профиль. И поэтому с точки зрения продуктовой, с точки зрения качества оказания услуги, ну, там просто небо и земля. И поэтому, но при этом, де-факто, мы можем считаться конкурентами. Да. Я тебя прерву, потому что у нас есть звонок. Давай пообщаемся со слушателями. Владимир, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Очень приятно. Вы знаете, очень интересная передача, очень нужная. В нашем обществе особенно. Ну, наверное, во всех обществах, но я знаю, по-нашему, нужная очень. Репетит, кстати, очень важная вещь, но у меня вот, понимаете, я вот тоже сталкивался, я уже детей воспитал, сейчас тоже перспектива будет уже с внуками заниматься подобными вещами. Я могу вам сказать, что выбор репетитов – это очень-очень сложная вещь, во-первых. И я не знаю, как ребята критерии говорят, отзывы о ком-то. А вот тестирование какой-то репетитов реальное. Реально, допустим, это самое... Проверить его, да, на профессионализм. Я не знаю, как в Америке, я знаю, что вот у нас были репетиторы фантастичные просто. У меня и дети по этому уровень высокий имеют. Только благодаря, не благодаря школе. И еще вот мне интересно... Владимир, извините, вопрос у меня к вам, если не возражаете. А как вот этот фантастичный репетитор, откуда он взялся? Опять так же познакомлено. Случайно, случайно абсолютно сидели, пили там где-то чай, может быть, что-то другое. И по наследству друг друга передают. Вот результат. И действительно, это фантастичные люди, которые человеку открывают мозги, там накладывают, закрывают, и человеку у него становится. То есть так можно выразиться примитивно. Это первое. А второе, вот вы знаете, помните, вы сказали про таможню. Почему таможня такая, тысячу долларов, там, не больше. Мне это все напоминает, знаете, когда вся страна, вот все под Москвой ближайшую, ездили за колбасой. Ее производили там, а везли в Москву, а потом электрички сюда. Вот сейчас таможня, мне кажется, то же самое. Оп, 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 сорвался. Сорвался звонок, к сожалению, Владимир. Мы услышали вашу вторую часть, второй посыл. Ну, Егор первый хотел бы, да, часть прокомментировать по поводу суперрепетитора. Но это дело случая. Да, хороший вопрос. Ну, во-первых, я поздравляю Владимира, что ему повезло. И он как-то нашел по знакомому фантастичного репетитора, да. То есть мы сейчас можем вот сделать это так, что это не случайность. У нас там 96% отзов, они положительные. Ну, о тестировании вот он, да, заговорил. Про тестирование, да, хороший вопрос. Смотрите, в мире этого никто не делает. Ни одна торговая площадка, вот там, в том числе по репетиторам, этого не делает. Мы сейчас делаем, у нас есть три уровня сертификации. Наши внутренние, да, это не какая-то государственная. Ну, мы ее так называем. Там и первый уровень, это мы проводим интервью, снимаем ролик, проверяем все документы, снимаем профессиональную фотографию. Вы зайдетесь на сайт, и вы все это увидите, да. Вот. И есть второй уровень сертификации, который мы как раз, ну, мы сейчас пока его в ограниченном виде проводим. То есть мы задаем там несколько вопросов, чтобы определить просто грубо уровень, да, преподавателя. Вот. Но сейчас вот мы как раз-таки очень много работаем. И прямо вот сейчас запускается второй уровень, где мы будем тестировать всех преподавателей на предметную экспертизу. Вот. Это реально, это очень сложно. Но это вот буквально то, что мы делаем. И эта предметная экспертиза будет там в их анкетах, в рейтингах и так далее. Но для этого, опять-таки, вы, я так предполагаю, кого-то приглашаете в качестве эксперта ведь, правильно? Нет, там целая история. То есть мы разрабатываем систему стандартизированных тестов, называется Computer Adopted Testing. Это такие за рубежом системы уже известные. Они достаточно сложные. Там машинное обучение присутствует и так далее. И они позволяют достаточно быстро и очень точно определить уровень преподавателя за счет определенных вопросов и последовательности их в режиме онлайн. Вот так вот. То есть в этом случае надо подчеркнуть, да, что выбор профессионала, это уже не пальцем в небо, что называется, да. Уже есть, я не знаю, 90% гарантии того, что если заявлен этот профессионал, значит он будет таковым. Ну, это, смотрите, вот качество информации о специалистах, это и есть наша основная работа. Собственно, ну, мы тоже не идеальные, да. И мы не можем, может быть, сразу отсечь там всех, там, ну, не самых там классных специалистов и так далее, да. Но с каждым днем качество наших сервисов становится лучше и лучше, да. Кстати, вот эти специалисты, классные или не классные, они сами хотят попасть, да, вот на вашу площадку? Или вы все-таки ангажируете их? Нет, сейчас, конечно, после того, как вот наши там основные бренды, там, вот ваш репетитор, мастер-дел, инфодоктор, они, ну, они стали там лидерами рынка, да, то сейчас, конечно, входящий поток достаточно большой, они сами хотят к нам прийти, и мы отпираем, кого взять, кого не взять, кому какой рейтинг присвоить и так далее. То есть, собственно, это наша основная экспертиза. Угу, я понял. Хорошо, ну, и вот интересная тема очень, да, за эфиром это обсуждали. Начали-то мы, да, с репетиторства, ну, понятно, что медицинские услуги, инструктор по вождению и так далее и тому подобное. А вот в этом списке оказались актеры, в этом списке оказались... Да, тамада ведущие. Да, 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 вот это любопытно. Музыканты, клоуны, ребенку на день рождения, сексофонисты, я не знаю, спортивные тренеры, это отдельный проект Духспорта. Это все, вот сейчас это существует в виде восьми площадок, вот со своими именами, да, вот ваш репетитор, Духспорта, мастер-дел, инфодоктор. То есть, каждый из площадок все-таки пытается, да, как-то специализироваться. Она специализирована, да. Она специализирована, вот отдельная площадка там вот по артистам, отдельная по мастер-делу, это вот бытовая, там, сантехники, электрики, там, ремонт мебели, ремонт машин и прочее. Вот такая вот, ну, бытовая вертикаль, да. Вот, да, и, ну, в итоге мы думаем стать, и де-факто становимся таким рынком услуг, да, и площадкой услуг, и покрываем практически все такие большие куски, связанные с услугами. Так же, вот, как, не знаю, там, не знаю, Озон однажды покрыл, там, книжки, или там, one, two, three, билеты, авиа, да, так, собственно, мы надеемся стать основной площадкой по услугам. Смотри, пару раз звучала фраза, да, от тебя, что это все бесплатно, это все бесплатно, это все бесплатно. А кто все-таки деньги-то платит, да? Ну, да. Кто-то кому-то платит денег. Ну, смотрите, как бы в наши времена такого изощренного потребителя, да, и интернета, мы считаем, что для клиента практически все должно быть бесплатно, это действительно так. При этом платят те, кто в этом больше заинтересован, это сами профессионалы, потому что они получают, в данном случае, деньги от клиента, и они расплачивают работу, да? Да, они получают работу, да, они получают новый бизнес, так сказать, да, они все, каждый из них, это как маленький предприниматель, и он, собственно, платит нам, условно говоря, как за рекламу своих услуг, только за такую очень эффективную рекламу, да, потому что платит только за результат, поэтому они в основном очень довольны сотрудничеством с нами. Смотри, вот такой нюанс я бы хотел, да, подчеркнуть, ты говоришь, они каждый становятся предпринимателем, да, а они с юридической точки зрения действительно становятся предпринимателем, или это какую-то другую плоскость? Ну, смотрите, как бы, в каком-то смысле, ну, мы в данном случае информационная площадка, да, мы предоставляем и тем, и другим информацию, да, они регулируют отношения самостоятельно, да, понятно, что, наверное, не все из них зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но, вот у нас, кстати, даже есть специалисты, индивидуальная юридическая служба, мы бесплатно там консультируем на тему того, как стать индивидуальным предпринимателем и так далее, и мы видим, что процесс идет, конечно, стремительно, но, надо сказать, что справедливости ради, что вот для индивидуальных предпринимателей сейчас сделал, ну, вот настолько государство, как бы, сделало хорошие условия, да, и быстро зарегистрироваться можно, и условия там по налогам очень льготные, что вот мы всем тоже говорим, что нет никакого смысла сейчас не регистрироваться индивидуальным предпринимателем. Нет никакого смысла не регистрироваться, да. То есть каждый, кто услуги какие-то оказывает, проще всего сделать. Нет никакого смысла не делать этого. Есть смысл делать, я вам помогу. Есть смысл делать, да. Есть смысл делать. Ну, после физтеха сложного по-русски, просто по-русски разговаривать. Надо же вот так вот, с подковыкой. Хорошо. Значит, смотрите, у нас осталось немножко времени, чуть больше минутки до следующих новостей. Поэтому мы сейчас, наверное, уже новую тему с вами затеять не сможем. И если не возражаете, я просто проанонсирую, заполню паузу, что называется. Итак, прежде всего, мы сегодня говорим о мастере в каждый дом. Причем услуги, о которых идет речь, достаточно обширны. Кто поможет подобрать врача, репетитора, инструктора по вождению, актера, как оказалось уже, да, клоуна, музыканта, саксофониста и так далее. Значит, в гостях у меня Егор Руди, генеральный директор Рудиторгрупп и Максим Красных, директор Intel Capital. Ну, и я также напомню вам, уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру, задать свой вопрос, поделиться собственным наблюдением. Потому что наверняка каждый из вас хоть раз в жизни, да, вот перед этой проблемой стоял, да, где найти того или иного специалиста. Ну, как мы уже сегодня говорили, как правило, все это заканчивается, поиск, точнее, да, этого специалиста заканчивается обзвоном своих ближайших друзей, знакомых и вопросом, есть ли у вас такой загашкик. Теперь можно другим путем пойти. Итак, мы прерываемся ненадолго. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Обсуждаем тему «Мастер в каждый дом». И сразу же вопрос к Максиму, как к директору, как к инвестору. Ну, понятно, что это бизнес-проект, естественно, да, и то, о чем ты уже рассказывал, когда вы оценивали его, да, когда нашли возможным инвестировать в него. Сейчас-то он радует хоть, да, какие-то уже, какая-то отдача пошла уже, расскажи, пожалуйста, удачная эта инвестиция. Конечно, ну, специфика венчурного бизнеса такова, что приходится… Согласен, риски велики, да. И риски велики, да. И приходится, прежде чем ты увидишь какой-то рост и прибыльность, и выйдешь на биржу, а иногда и даже в момент выхода на биржу, да, посмотрим на, там, американский рынок, практически большинство технологических компаний из интернета, которые пришли, они до сих пор не прибыли, несмотря на то, что являются публичными. Да, за что регулярно их инвесторы ругают. Но, тем не менее, специфика рынка такова, что действительно тебе нужно инвестировать в рост, да. И, наверное, что нам понравилось в случае с эрудитером, и, наверное, там, относительная редкость и в России, и за рубежом, то, что компания на том этапе была прибыльной. То есть, что часто нужно инвестору, когда он ищет объект для инвестиции, да, хорошей компании. Ему хочется увидеть, что бизнес-модель работает, да, то есть, я это делаю, там, я могу это делать на, допустим, тысячи клиентах, вот как выглядит экономика, вот как она будет выглядеть, если это будут, там, делать на миллионе клиентов, да. Поэтому мы, безусловно, такую оценку провели, поняли, что нам интересно, и, собственно, деньги привлекались для того, чтобы дальше инвестировать в рост, да, поэтому в этот период никто не ожидал, так скажем, видеть прибыль, иначе зачем бы Егору нужно было размываться и привлекать деньги? Он бы сам мог за прибыль, за свою развиваться, вот, поэтому на текущий момент эрудитор привлек уже два раунда инвестиций, да, то есть, первая наша сделка была совместно с Торуной Кэпитал, мы проинвестили 4 миллиона, не так давно мы проанонсировали следующий раунд, в котором мы привлекли 12 миллионов, здесь к нам присоединился еще наш один партнер, фонд Фронтир, и, наверное, это один, ну, что называется, говорящий, да, говорящий цифр, говорящий факты. То есть, как понять, нравится ли инвестированный проект, он участвовал в следующем раунде финансирования? Уточним, валюту, валюту. 12 миллионов долларов. Долларов, вот, конечно. Ну, сразу больше радости просто возникнет. Тогда, конечно, тогда, конечно. Так, ну, и тогда, смотрите, да, Егор, я не настаиваю, да, что это будет Алла Верды Максиму сейчас, но логично поговорить уже о неких перспективах. Я понимаю, сейчас основная перспектива, это вы, ну, не размываетесь, наверное, да, слово не очень корректно, но вы ищите, так сказать, множественные, что ли, да, стороны. Имеется в виду, позиционируйте себя, да, и с точки зрения услуг репетитора, и с точки зрения услуг медика и так далее и тому подобное. Вот в какую сторону пойдет дальше компания развиваться? Ну, смотрите, самое-самое главное направление, куда мы там инвестируем львиную долю средств, в том числе и привлеченных, это улучшение качества продукта. Продукта, ну, когда я говорю продукт, я имею в виду такое комплексное понятие, то есть это не только там веб-сайт, да, или это не только наш там колл-центр, или, не знаю, даже офис, да, это все вместе, да. И мы действительно воодушевлены идеей сделать продукт очень высокого качества. Это больше всего вдохновляет, да. И что такое продукт высокого качества, да, это и там полная информация специалистов, да, и вот мы говорили про тестирование специалистов, их сертификацию, да, значит, и более удобный сайт, да, чтобы клиенты могли очень быстро там что-то находить, да. В конце концов, мы хотим, чтобы у клиента была возможность прямо на сайте буквально за несколько минут находить специалистов. Сейчас там полный поиск, там в среднем может занимать там, не знаю, там час, полтора, два в редких случаях. Это зависит от чего? Это зависит от технологии или это зависит от количества информации? Это зависит от технологий во многом. Она еще не совершенна, да? Смотрите, мы там, не знаю, мы получается там 7 лет практически разрабатывали внутри платформу для обработки заказов и для, ну, customer service, да, для обслуживания корректного клиента, да. Это не видно, это не видно снаружи, да, а изнутри это реально такой большой и очень сложный завод, в котором работает, ну, вот там сотни консультантов одновременно, там это передается по этапам, у них разные статусы у заказов, там и так далее. Это, соответственно, сложная штука, которую еще вполне себе можно совершенствовать, да, чтобы еще быстрее это делать, чтобы давать более точную, более полную информацию, чтобы база была более полная. Ну, потому что если там, например, в репетиторах, у нас там есть практически все репетиторы в России, да, на данный момент, да, то там, например, мастер дел, которому только год, да, он сейчас есть только в Москве, вот только вышел в Питер, да, и надо еще выходить там на всю Россию. Кстати, вот многие сервисы, они у нас есть в Москве и в Питере, да, и вот сейчас идет полномерный выход на всю Россию, а, например, там репетитор, он же есть еще в Украине и Казахстане, и там тоже номер один, между прочим, на этих рынках, да, и, собственно, другие сервисы, они тоже должны пойти по этой географии, да, и это тоже одиннадцатый год. Получается, что репетитор, он все-таки, да, он как в авангарде стоит. С него мы начали, да, то есть ему больше всего лет, да, действительно, и он двигает, собственно, всю компанию вперед, и остальные сервисы, они к нему подтягиваются, да, скажем так. Выход в регионы всегда большая проблема, всегда большая. Это зависит от географии Российской Федерации и, ну, так сказать, несовершенства, да, распределения финансовых потоков и активности интернет, ну, и ментальности в какой-то степени. Вот здесь какие проблемы в основном? Смотрите, для нас это изначально не было проблемой, причем, во-первых, мы все-таки интернет-компания, во-вторых, мы, во-вторых, вот, смотрите, мы создаем сотни рабочих мест в регионах, весь наш колл-центр, он полностью распределен по всей России. И это, кстати, вот такая очень, ну, важная вещь, потому что, ну, интернет-компании, да, они могут создавать рабочие места, вот, из Москвы создавать рабочие места в регионах. Ну, причем, кстати, в виде колл-центра в основном. Ну, в виде, ну, не только колл-центр, на самом деле, у нас много миддл-менеджеров и даже топ-менеджеров, которые не сидят в офисе. У нас меньше 10% всех сотрудников сидит в офисе. Вот, вот, вот так это устроено, да. И поэтому в регионы нам не было очень сложно выходить, да, потому что мы, в принципе, такая распределенная компания, поэтому нам почти все равно. Многие менеджеры, которые работают в регионах, работают на Москву и наоборот, да. Да, поэтому, ну, мы... Хорошо, менеджер понятно, да, персонал понятен. А потребитель, потребитель, ведь активность его в Москве и Питере отличается от того, что мы увидим там в регионах. Отличается, но, вы знаете, она стремительно подтягивается, стремительно. Причем не только активность, не только проникновение интернета подтягивается, но и, например, средние чеки. Вот, они тоже растут, причем реально стремительно. То есть, если мы, например, помним, что там буквально там 4 года назад, да, в Питере там средний чек на репетитора был порядка там 550 рублей, то сейчас мы уже видим 900, например. То есть, и это произошло всего там за 4 года там, да, в полтора раза практически выросло, да. А когда мы начинали, в Москве было 900. То есть, вот сейчас, сейчас там Питер практически, это вот Москва там 4-летней давности, в том числе по среднему чеку, да, по услугам. Так что, в целом, ну, да, это, наверное, чуть сложнее, чем там делать в Москве, но при этом регионы себя показывают, они растут. Вот с ментальной точки зрения, на твой взгляд, все-таки есть разница восприятия этой услуги в Москве и в регионе? Ну, насколько активно опять, да, я востребован, мне необходимо найти репетитора, и я все-таки в Москве уже обращусь, да, что называется, более цивилизованной услугой, а в регионе еще по старинке, что называется. Вы знаете, там есть другие зато драйверы, да, другие, как бы, другие аргументы, почему наш север используется популярностью. Дело в том, что в регионах часто меньше выбора, да, если в Москве много разных маленьких площадок, там, может быть, какие-то там, не знаю, оффлайн до сих пор, какие-то маленькие агентства, или там, может быть, какие-то доски явлений, там, или наши конкуренты, например, да, то в регионах, собственно, часто мы единственная возможность найти хорошего специалиста, да. Поэтому, ну, как бы, одно другое компенсирует, и в целом, в целом мы туда идем. Так что, дорогие слушатели, мы скоро к вам придем и поможем найти квалифицированного ремонтника мебели, или сантехника, или парикмахера. Звучит оптимистично, не с угрозой, Егор, по крайней мере, да, адресовал эту фразу. Мы идем к вам. Да, скоро к вам придем, ждите, да, естественно. И жизнь во многом упростится. Я согласен. Ну, и последние две минутки у нас осталось. Максим, давай с тебя начнем. Ну, традиционно, да, не подведение даже итогов, а некое резюме и о перспективах развития все-таки этого проекта, да. Да, конечно. Я бы, может быть, даже продолжил там несколько вот тему, которую вы начали поднимать относительно регионов, потому что она показательно, как себя ведет в целом интернет-пользователь, да. То есть, если мы посмотрим на тот рост, который сейчас происходит на российском интернет-рынке, да, это уже рынок номер один в Европе по количеству интернет-пользователей, то, конечно, модель поведения пользователя, да, она эволюционирует. То есть, человек, который прочитал первый раз, нашел на Яндекс, или там прочитал новости, посмотрел погоду, он не будет на следующий день покупать интернет-услуги, да, может быть, там он видео посмотрит или музыку послушает. Ему надо привыкнуть. Ну вот, да, тот рост, который, конечно, мы наблюдаем с точки зрения интернет-пользователей в регионах, он найдет свое отражение в электронной коммерции, в потреблении интернет-услуг через некоторое время, да, и поэтому мы здесь тоже хотим, компания Рудитер, да, хочет с опережением выходить в регионы для того, чтобы когда этот спрос сформируется, конечно, мы могли возможность его удовлетворить. То есть, вы будете пионерами в этом смысле, да, ну, в каком-то смысле пионерами, потому что вы идете первыми, подождете, когда уже услуга будет востребована, и вот они тут рядом. Да, я, в свою очередь, хотел... Давай, 20 секунд осталось. Да, 20 секунд. Во-первых, ну, хотел бы благодарить, не знаю, сотни тысяч клиентов, которые за это время доверили нам, ну, важные такие домашние заботы, да, хотел сказать, что, ну, нам очень нравится то, что мы делаем, и мы очень надеемся, что мы вот продолжим всем вам помогать, там, не знаю, в очень ответственные моменты, когда нужно, там, ведущего на свадьбу, понимаем, что нам нельзя ошибиться, или репетитор ребенка, да, поэтому мы понимаем эту ответственность, и мы будем много работать для того, чтобы давать вам качественный сервис. Вот так вот. Звучит убедительно. Спасибо огромное. Итак, я еще раз напомню, сегодня в студии бизнес-класса Егор Руди, Максим Красных, мы обсуждали тему, связанную с мастером в каждый дом, как найти его, квалифицированного специалиста, ну, собственно, теперь вы это знаете. Спасибо огромное за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе.